Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс, и сегодня у нас необычный формат видео, который я подсмотрела у Людмилы Личи. Она рассказывала о самых пухленьких книгах в её библиотеке, и я так окинула взглядом свои книжные полки и поняла, что у меня довольно много толстых книг, о которых мне бы хотелось вам рассказать и показать их на камеру, так что давайте уже познакомимся с этим богатым изобилием книг. Самой толстенькой книгой принято считать экземпляр, в котором больше 700 страниц, и у меня таких книг накопилось 19 штук. Это неудивительно, так как я люблю толстенькие книжки, они обычно очень красиво выглядят, выделяются на полочках и, конечно же, радуют глаз, плюс в них может встречаться не одно, а несколько произведений. Это дополнительный бонус, ты можешь читать разом несколько книг, не открываясь на какие-то посторонние дела и не выискивая дополнительный тираж в интернете. Так что давайте начнём. У меня стоят книги на столе за моей спиной, и также ещё есть стопочка на полу. Начнём, пожалуй, с неё. И самая первая книга, в которой больше 700 страниц, это «Хроники Нарнии». Все семь повестей в одном томе, конечно же, с иллюстрациями, и мне безумно нравится эта книга, её оформление, её наполнение, и, конечно же, содержание, одна из самых тёплых и значимых историй в моей жизни, в моей читательской жизни. И я люблю время от времени вспоминать «Хроники Нарнии», те эмоции, которые они мне подарили при первом прочтении. И, конечно же, я буду перечитывать когда-нибудь эту книгу в этом замечательном оформлении, снова вернусь к ней, снова испытаю те же эмоции, и надеюсь, что они по-прежнему останутся на уровне. Ещё одна пухленькая книжка — это Сьюзен Коллинз и её «Голодные игры». Я люблю книги, в которых вся серия собрана под одной обложкой. Считаю это очень большим плюсом, когда ты можешь читать цельную историю, не отрываясь ни на какие посторонние дела. Именно так я познакомилась с «Голодными играми». Они меня впечатлили при первом прочтении. И до сегодняшнего дня это является одной из моих самых любимых историй в жанре понаростковых антиутопий. Мне всё так же нравятся книги, всё так же нравятся фильмы. Я фанатею от этой истории, опять же, надеюсь когда-нибудь перечитать. Но пока случая не предвидится такого, да и мне пока не хочется возвращаться к данной истории. Её сюжет я достаточно хорошо помню. А вот дальше пошли настоящие толстячки от издательства «Азбука». И первая книга, которую я ещё не читала, да и не мудрено, она слишком большая, чтобы её прочитать за раз. Это «Довод рассудка» Джейн Остин. Но в этом томике собраны не только «Довод рассудка», тут также и другие романы писательницы, также её письма, эссе, какие-то заметки, сделанные самой Джейн Остин на протяжении всей её жизни. И я считаю эту книгу находкой, потому что у Джейн Остин очень мало изданий, которые именно мне нравятся, которые я бы хотела видеть в своей коллекции, а покупать её в мягких обложках я не очень-то хочу. Хочу читать в приятном оформлении. И вот повезло мне, что такой Томик выпустила «Азбука» в её серии «Большие книги». К слову, я очень люблю серию «Большие книги» от «Азбуки», и далее вы в этом убедитесь, потому что следующая книга — это «Американская трагедия» Теодора Драйзера. Я как-то в «Чептер Тек» начинала читать первую главу этого объёмного романа. Мне она, в принципе, понравилась, заинтересовала, поймала на удочку. Но я всё никак не могу найти подходящее время, чтобы впихнуть в своё расписание этот Томик. Хотя мне безумно хочется познакомиться и с «Американской трагедией» Драйзера, и со многими его другими произведениями, но пока нужно подождать, выждать, чтобы эта книга настоялась как хорошее вино, и тогда я смогу её употреблять, так сказать, в пищу. Моя любимая Дафна де Марье, её «Трактери майка», «Козёл отпущения» и «Моя кузина Рэйчел» под одной обложкой. Я не знаю почему, но мне очень нравится оформление именно этой книги у Дафны де Марье. Я бы хотела, чтобы как можно больше её историй были переизданы в серии большие книги. Именно в таком оформлении я хотела бы собирать Дафну де Марье, но, скорее всего, собирать буду в другом издании. А вот эту вот книгу оставлю, конечно же, на своих книжных полках. Оно у меня будет для коллекции, и я в этом году планирую прочитать мою кузину Рэйчел, и если всё пойдёт по плану, ещё и прочитаю «Трактери майка». Уж очень меня интригуют эти два произведения. Ууу, дальше пошли совсем тяжёлые артерелии, а именно Александр Дема и его графиня де Монсаро. Эту книгу я ещё не прочитала, но после знакомства с графом Монте-Кристо, которого я подниму чуть позже, держать две эти книги в руках одновременно мне не представляется никакой возможности. Мне нравится красное оформление этого пухленького томика. Вообще эти книги исполняют очень добротно, очень качественно. И я, когда говорила, что люблю большие толстые книги в хорошем оформлении, имела в виду именно вот графиню де Монсаро и графа Монте-Кристо. А вот, собственно говоря, и граф. Это, наверное, самая большая книга у меня в коллекции. Я познакомилась с графом Монте-Кристо буквально в 2019 году, полюбила эту историю, прочувствовала её от начала и до самого конца. И это была лучшая книга 2019 года. И я не собираюсь останавливаться в своём знакомстве дальше с Александром Дема. Я планирую прочитать как можно больше его книг и, надеюсь, мне все их удастся найти в достойном, хорошем издании. Теперь пройдёмся по книгам, которые стоят рядом со мной. Первое, что мне попадается под руки, это моя любимая Александра Бруштейн и её трилогия «Дорога уходит вдаль», которая состоит из трёх книг «Дорога уходит вдаль в рассветный час и весна». Это любимая книга моего детства, и она под 700 страниц, хотя это не самое важное. Важное, какой посыл, какие эмоции заложены в эту историю. Я никогда не устаю о ней говорить. Я, наверное, знаю её буквально по частям, по отрывкам. Могу цитировать эту книгу. Настолько она мне близка, настолько она близка моему сердцу. Я помню каждый эпизод из неё, каждого персонажа. С каждым персонажем я могу что-то олицетворять. И это та книга, которую я буду перечитывать, несмотря ни на что. Несмотря на то, что я знаю уже её или перечитываю. В 10-15 раз мне по-прежнему будет нравиться, и я по-прежнему буду хотеть вернуться в её объятия. Мариса Мэйр и её Белоснежка из серии «Лунных хроник». Этот финальный томик серии растянулся на 800 страниц, и ни капельки об этом не жалею, потому что история насыщенная, яркая, динамичная, с множеством деталей, подробностей, тайн и загадок. Я недавно перечитывала эту серию, по-прежнему осталась в восторге. Она мне всё так же сильно нравится. Высота и качество этой серии не снизилась с годами, и я очень рада, когда вот перечитываю подобным образом серии, большие циклы, и снова нахожу в них то, что нашла при самом первом прочтении. Два томика в издании, полное собрание сочинений от Эксма. У меня есть Шискспир и все приключения Шерлока Холмса. Все приключения Шерлока Холмса я читала где-то в году 17 или 18. Запом осталась в большом восторге и впечатлением от этих произведений. Шерлок Холмс один из моих самых любимых героев вообще во всей литературе. Его личность меня интересует. А вот трагедии и комедии Шекспира с этим томиком я ещё не успела познакомиться, хотя читала раньше и Ромео, и Джульетту, и Гамлета, но мне захотелось именно иметь Шекспира у себя в библиотеке, чтобы в любой момент можно было достать, посмотреть что-то, отметить закладкой интересные места, и в скором времени, я надеюсь, мне удастся перечитать эти произведения и прочитать что-то, что я у Шекспира ещё не читала. К слову, вы можете оценить объём этих книг, каждая из них за тысячу страниц. Вениамин Каверин и его «Два капитана» — прекрасное издание, оно необычного формата, очень мне нравится. Я начинала читать эту историю, но потом решила отложить на лучшие времена, когда подойдёт прекрасное настроение именно для этой книги. Оно всё ещё не случилось, но я сто процентов поднакомлюсь с этим писателем, с этой его работой, и потом начну знакомство с дальнейшими творениями автора, если мне, конечно, понравится его слог и вообще те темы, которые он затрагивает в произведении. Достоевский и его братья Карамазовы, я не знаю, зачем я купила это издание, потому что в скором времени, после того, как я приобрела себе эту книгу, братьев Карамазовы выпустила азбука в своей серии «Большие книги». Не знаю теперь, что делать с этим тоником, мне не хочется его, в принципе, никуда отдавать, но я и не знаю, как собирать книги в этой серии, ни одна же она у меня будет стоять. В общем, ещё не знакомилась с этим творением Достоевского, но «Преступление и наказание» я очень люблю и планирую познакомиться со всем творчеством Достоевского, до которого у меня успеют дойти руки. Робин Хобб и две её книги из цикла о живых кораблях. Ещё не знакомилась с этим масштабным фэнтези, но оформление серии мне очень-очень нравится, оно настолько органичное, настолько красивое и потрясающее, что просто невозможно не купить эти книги и не поставить себе на полки. Если мне понравится трилогия о живых кораблях, то я продолжу собирать Робин Хобб. Издание у неё просто фантастическое, и я представляю, как они красиво будут смотреться на книжных полках. Конечно, при условии, если Робин Хобб мне понравится, если её слог и темы, которые она будет затрагивать в своих произведениях, как-то найдут отклик в моей душе. Но я предчувствую, что мне это понравится, потому что фэнтезийный мир, интересное мироустройство, живые корабли, драконы, морские создания, пираты — это всё я люблю, и пройти мимо подобных тематик точно не смогу. Опять три романа под одной обложкой — это «Гром небесный», «Дерево, увитое плющом» и «Терновая обитель» Мэри Стюарт. Я познакомилась в прошлом году с работой Мэри Стюарт и «Девять ждут тебя карет». Поняла, что это та английская проза, которая мне, в общем-то, очень нравится, очень близка. Я люблю почитать такое время от времени. Приобрела пока что первый томик собрания произведений Мэри Стюарт, но если хотя бы два из этих произведений мне в дальнейшем понравятся, то я, конечно, буду собирать эту серию. Оформление у неё, в принципе, очень симпатичное, и для собрания сочинений одного автора оно сгодится. Ещё одно масштабное фэнтези, с которым я ещё не успела познакомиться, но в скором времени планирую это сделать — это Роберт Джордан и его «Колесо времени» «Ока мира. Первая книга». Я предчувствую, что эта серия будет просто ошеломляющей, большой, объёмной, её будет трудно читать, но если история мне понравится, если я провалюсь в её атмосферу, в этот мир, растворюсь в этих персонажах, то, конечно же, я буду собирать все 14 книг, если они хорошо будут выходить у нас на русском, потому что издание вполне себе ничего, но главная начинка, главное то, что скрывается под этой обложкой, и это мой будет первый опыт знакомства с настолько масштабной серией. Надеюсь, что я не сдамся, и мне это понравится. Я искренне хочу проникнуться Робертом Джорданом. И напоследок две книги из раздела «Нонфикшн». Первая — это «Империя должна умереть» Михаила. Цыгаря ещё не ознакомлена с этой работой, но в скором времени, опять же, планирую это сделать. Это история русских революций в лицах, в лицах деятелей культуры, деятелей самой революции, исторических деятелей, царей, офицеров, и всех, кто вертелся вот в этом водовороте событий, кто застал то время, кто видел всё, что происходило с собственными глазами. Надеюсь, что это будет интересное исследование, которое будет подкреплено множеством исторических фактов, и из этой работы можно будет выжать по максимуму информации. Мне интересна тема революции, хотя я, в принципе, не очень хорошо в ней разбираюсь, как в других исторических темах, но познакомиться с этой работой, которую многие очень-очень хвалят, я определённо хочу, и это будет интересный опыт. И последняя толстенькая книга на сегодня — это «Джон Гай и его две королевы». Историческое расследование о периоде правления Марии Стюарт и Елизаветы I, о их соперничестве, об истории, которая с ними приключилась. И я так в общих чертах знакома с историей Англии, с её правителями, но мне хочется углубиться в эту тему, понять, что из себя представляют личности Марии Стюарт и Елизаветы I, познакомиться с их историями и путями, как они пришли к власти. Надеюсь, это будет интересно, не заднудно, без какого-то объёма информации, который мне будет непонятен. И, в общем-то, всё будет изложено, доступно и понятно. Кто читал, поделитесь своими мнениями. Мне нужны какие-то рекомендации по поводу этой работы. Это были все самые толстенькие книги в моей библиотеке, и я уверена, что их ещё будет очень-очень много, качественных и по внутреннему наполнению, и по внешнему содержанию. Пишите, какие у вас самые толстые книги на книжных полках. Возможно, какие-то произведения у нас совпадут. Мне будет всё очень-очень интересно узнать. Ну, а с вами была Элизабет Букс. Увидимся мы совсем скоро уже в новых видео. Всем пока-пока!